38-летняя телеведущая резко высказалась о мужчинах, постоянно сидящих в социальных сетях. Ксения Бородина заявила, что не уважает блогеров. Звезда реалити-шоу «Дом-2» заявила, что социальные сети отвлекают мужчин от карьеры и формируют в них самовлюбленность, которая обычно присуща женщинам. Ксения пренебрежительно отозвалась о тех, кто демонстрирует каждый свой шаг в сети. Телезвезда отметила, что многие женатые мужчины в социальных сетях знакомятся с девушками, вследствие чего изменяют журнам. Бородина отметила, что представители противоположного пула могут иметь аккаунт в Инстаграме только для работы. По мнению финалистов шоу «Ледниковый период», мужчине достаточно иметь закрытый аккаунт, где он будет следить за жизнью самых близких друзей и членов семьи. «В принципе, мне кажется, если с работой никак не связан Инстаграм, то и сидеть там сутками странно». Сторис пилить. «Бабье это дело, то есть наше с вами», заявила Ксения. Бывший муж телеведущей Курбана Маров как раз является большим поклонником социальных сетей и активно развивает свой блог. Сейчас он отдыхает в Италии с бывшей женой футболиста Федора Кудряшова. Блогер спровоцировал слухи о романе с Анастасией. Экс-супруга спортсмена опровергла эти домыслы, заявив, что относятся к бизнесмену как к другу. Ксения и Курбан поженились в 2015 году. Вместе они воспитывали общую дочь Теону и 12-летнюю Марусю от брака телезвезды с бизнесменом Юрием Будаговым. Инстадива объявила о разводе с Амаровым летом прошлого года. Расставание оказалось скандальным, их супруги не упускали повода публично подколоть друг друга. Телеведущая признавалась, что Теона тяжело пережила разрыв родителей. Недавно блогерша оказалась в центре крупного скандала с Ольгой Бузовой. Отношения между бывшими коллегами испортились, когда исполнительница хита «Мало половин» покинула дом, 2. Певица обвинила их соведущую в лицемерии и зависти. Ксения заявила, что ей было некомфортно работать с бывшей возлюбленной Давида Манукяна. Она подчеркнула, что никогда не была подругой Ольги, ведь та ждала лишь бесконечного восхищения в свой адрес. Продолжение следует...